Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем с программой Утренний Фреш. Я, Анна Корольчук, как всегда, расскажу о культурных событиях Гомеля и Гомельской области, а также познакомлю с другими интересными фактами и событиями. Поехали! Как всегда, для начала информация от синоптиков. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется ясная погода, без осадков. Днем воздух прогреется до 8 градусов тепла, ветер восточного направления скоростью до 5 метров в секунду. Праздник робототехники и инноваций ждет Гомельчан. Участникам турнира «Робоквест» предстоит создать своего первого робота. Также они смогут окунуться в мир виртуальной реальности и даже овладеть силой мысли. Кроме того, в программе работа интерактивных площадок, выставки и стенды, а также соревнования в разных дисциплинах и кое-какие приятные сюрпризы. Посетители дворца Румянцев и Паскевича смогут познакомиться с выставочным проектом без срока давности. Он посвящен 75-летию Великой Победы и объединит труд музеев разных стран. Вниманию гостей музея представят подлинные экспонаты. Они хранятся в фондах музея-дворца. Также частью экспозиции станут фотографии о деятельности поисковых отрядов Смоленщины. Материалы выставки расскажут посетителям о том, как шло возвращение имен неизвестным героям. Картина галереи Гавриила Ващенко проводит отбор творческих работ на областную выставку «Искусств. Я художник, я так вижу». Со своим творчеством ценители искусства могут познакомить жители Гомеля и Гомельской области. К участию в проекте принимаются картины, инсталляции, скульптуры, а также графика, гобелены и авторские куклы. Будущую экспозицию планируется расширять по мере поступления работ. Этот выставочный проект дает хороший шанс заявить о себе, поэтому стать его участниками предлагается не только профессиональным мастерам, но и тем, кто впервые решил продемонстрировать свои таланты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Интересный случай в продолжении темы. Невероятный улов попался жителю австралийского штата Квинсленд. Молодой человек отправился на рыбалку, и на крючок попалась крупная рыба. Сначала рыбак решил, что на наживку клюнула акула, но он ошибся. Это стало понятно, когда мужчина вытащил из воды двухметрового морского окуня. На то, чтобы улов оказался на берегу, понадобилось более 15 минут. Молодой человек решил сфотографироваться с уловом и отпустил рыбу обратно в воду. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К другим интересным новостям. Уникальный подарок на свое 18-летие получила девушка из американского штата Индиана. Семья поздравила ее капсулой времени, которую прятали от именинницы целых 17 лет. Такая идея пришла к маме в первый день рождения дочери. Родители долго думали, что подарить годовалому ребенку, у которого есть все необходимое. Расстраивал и тот факт, что малышка, конечно, ничего не запомнит в первый праздник. Тогда и появилась идея создания капсулы времени. Все близкие сложили в одну коробку что-то, что хотели подарить. Затем коробку спрятали на следующие 17 лет. Получив эту капсулу времени, девушка, конечно, не смогла сдержать эмоций. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При строительстве линии метрополитена в Москве был установлен рекорд, который оказался достоин места в книге Гиннесса. Дело в том, что там одновременно функционировало очень большое количество туннеля-проходческих комплексов. На строительстве метрополитена было задействовано сразу более 20. Этот рекорд фиксировали 48 свидетелей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь о братьях наших меньших. Задавались ли вы вопросом, почему к одним кошки приближаются без проблем, а других сторонятся? Знатоки характера в этих животных рассказали, почему человек может нравиться кошке или раздражать ее. Итак, есть несколько типов людей, которых эти питомцы не любят. Прежде всего, речь пойдет о взрывоопасных людях. От них следует держаться подальше, чтобы не попасть под горячую руку. Люди, которые пренебрегают чистотой и порядком в квартире, тоже беспокоят кошек, которые сами по себе являются чистюлями. И еще один тип людей, которых сторонятся коты и кошки. Это навязчивые люди. Они то и дело стремятся испортить отношения с питомцами, постоянно проявляя ласку к ним тогда, когда им самим это не нужно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специалисты в области фэн-шуй рассказали, как коты и кошки могут скорректировать судьбу человека одним своим присутствием. Они утверждают, что в энергетическом плане именно эти домашние питомцы считаются самыми сильными. Поэтому с семейством кошачьих лучше дружить. А если что-то вдруг пошло не так, то поскорее исправляйте ситуацию. Этих животных не стоит обижать и потому, что они очень мстительны. А дом, где живет счастливая кошка, обходит печали. А своим хозяевам эти питомцы помогают стать увереннее в себе и более активными в социальной жизни. А если говорить о собаках, то ученые изучили их поведение во время стрессовых ситуаций с владельцами. Участниками проведенного в Швеции исследования стали 58 собак и их владельцы. В течение года измерялся уровень кортизола как у хозяев, так и у питомцев. Уровни стресса таких пар оказались примерно одинаковыми. Ученые пришли к выводу, что подобная тесная связь сложилась в далекие времена. Скорее всего, собаки эволюционировали вместе с человеком и, соответственно, находятся в гармонии с его эмоциями. Продолжение темы о домашних питомцах. В Техасе провели исследование, участники которого высказывали свои мнения о собаках. Им представили две фотографии. На одной рыжий пес с висячими ушами, на другой черная собака с заостренными ушами. И большинство людей отдали предпочтение первому питомцу. Он показался им дружелюбнее. По мнению специалиста, выбор основывался на жизненном опыте. Как правило, собаки с вертикальными ушами ассоциируются с военной службой. А питомцы с висячими ушами кажутся более предсказуемыми. Но это не мешает им послушно выполнять команды. Английские ученые выяснили, продолжительность сна оптимальную для сохранения красоты и хорошего самочувствия. Не секрет, что несоблюдение режима сна пагубно отражается на здоровье. По результатам исследований, для сохранения здоровья и красоты нужно спать 9 часов 10 минут. При этом специалисты рекомендуют засыпать около 22 часов. По их мнению, именно такой режим сна может позволить полностью устранить последствия усталости, накопленной за день. Только вдумайтесь, в среднем в год в Гомельской области происходит более 500 ДТП, в которых регион теряет до 70 человек. Наиболее опасная в этом плане в Гомеле улица – Центральная Советская, где фиксируют значительную часть всех ДТП с пострадавшими. Как влиять на ситуацию и как меняться самим? Об этом и не только в ток-шоу «Главная тема». Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» сегодня в 9.05 и 15.20. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы. Рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск. Подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей целей экрана. Звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Анна Корольчук. Пусть день будет полон улыбок окружающих людей, которые подарят вам только хорошее настроение. Субтитры создавал DimaTorzok